Книга пророка Малахии, последняя книга Ветхого Завета, и 400 лет Господь молчал. Последняя стихия этой книги, 4 глава, 4-6 стихи. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил землю проклятием. Поскольку у нас сегодня данное право немножко обширнее говорить, размышлять, то у меня есть свои размышления. И по этому стиху и по последующим я хочу ими поделиться. Может, я буду где-то неправ, но это мои размышления для общего нашего рассуждения. И поскольку у нас сегодня такое особое служение, я позволю несколько и в стихотворной форме что-то прочитать. Сила христианства. В преемственности христианство сила. Христос Спаситель, вечный идеал. Ему являли верность до могилы, кто на стезю спасения вставал. За Иисуса пращу растрадали, чтоб знамя истины вручить другим. По астафете из трагичной дали нам передан преемственности гимн. Его восприняли мы молодыми и передали 21 век. Теперь же стали мы совсем седыми. Для старцев труден марафонский бег. Мы вас с любовью просим, дети и внуки, примите знамя истины скорей. Его Христу пусть вручат ваши руки, ведь Иисус Спаситель у дверей. Таза закончится цикл благовестия, заменится тьма ночи вечным днем. Преемственности, неземные песни мы в вечном царстве вместе воспоем. Думаю, всем ясно из стихотворения, что тема моей проповеди – преемственность. Сначала обратим внимание, о ком здесь говорится в последних стихах 4 главы Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, преднаступлением Дня Господня, великого и страшного». Илья – пророк. Кто это? Ну, все положительные богословы воспринимают, что это был Иоанн Креститель. Это мы видим в подтверждении Евангелия Луки в первой главе. И когда даже Иисуса спрашивали, ведь Илья должен быть прежде прийти, Он говорит, Илья пришел. Но как нам понять вот теперь Илья и Иоанн Креститель? Мы, конечно, очень далеки от тех и совсем не воспринимаем мучения о реинкарнации. Индуисты будут уверять, что душа или перевоплотилась в Иоанн Креститель, но ничего подобного. Слово Божие нам открывает Луки 1 глава 15-17 стихи. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу, и предойдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорив вам образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Ясно, что это идет речь в Иоанне Крестителе, и что он придет в духе и силе Ильи. С темой преемственности, конечно, связан с темой отцов и детей. Все мы, наблюдатели современной жизни, скажем, что эту тему в мире не разрешили ни философы, ни социологи. Придумали вот в нашем государстве три таких поколения, чтобы без Бога создать союз, причем на почве атеистической, коммунисты, комсомольцы, пионеры. Но, прямо скажем, что и моральный кодекс не помог, хотя что-то даже из Библии брались, но фундамента не было. И вот этот союз отцов и детей разрешим только в Иисусе Христе. Иоанн Креститель предстоит пред нами, как один из тех, кто должен этот союз осуществить. Причем, посмотрите, как твердо написано и как строго. Он обратит сердца отцов к детям сначала, а потом сердца детей к отцам, чтобы я пришед, не поразил землю тем проклятием. Если не будет осуществлен во Христе этот союз отцов и детей, то строгое предупреждение. Нам очень важно, что об Иоанне Крестителе сказал пророк Исаия за 750 лет до Иисуса Христа. Это 40 глава книги пророка Исаии и для нашего размышления она очень-очень нужна. Как Иоанн Креститель приготовил путь, какие для этого нужны условия. 40 глава пророка Исаии, я читаю 3-4 стихи. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господне, и узрит всякая плоть спасений Божия. Ибо уста Господни изрекли это. И что дальше интересно? Голос говорит «возвещай». Вот как приготавливается путь Господу. Дол наполняется, гора и холм понижаются. И тогда что будет прямой путь? Кривизны делаются прямыми. И это очень важно, друзья милые. Если обратить сердца отцов к детям, то, конечно, со стороны отцов должно быть некоторое действие, всякая гора и холм да понизится. Потому что если подходить с такой меркой к детям, и такая неприступная высота, не получится этого союза. В преемственности обязательно должна быть вот эта уравненность. И мы видим, как чудно поступал Иоанн Креститель. Ему нужно расти, а мне что? Умоляться. Тут очень важна мысль, братья, дорогие сестры, в том, что как уравнять путь? Я вот несколько лет назад настойчиво слышал такое убеждение. Меня убеждали, что нужно путь узить. Христос узил путь. Другие представили конференции нашего параллельного братства, которое в регистрации, говорили, что вы слишком заузили путь, надо пошире сделать. А вот как нам поступать, братья, дорогие, это очень важный вопрос. Во-первых, путь Христом проложен. Мы как-то раньше пели гимн, и пусть нас статьями ложными клеймят, не жалея неправды, наш путь Иисусом проложенный. А значит, цель жизни, что? Нам надо его менять? Нет? Ни в коем случае. Нам надо только вникать в Слово Божие, в Библию, и видеть этот путь, каким прошел Христос, и стараться под этот путь подстроить свой путь. Но представьте себе, две параллельные прямые. Путь проложен. Пусть он узкий, но он проложен. Не широкий, узкий. Давайте мы будем его расширять, куда он уйдет. Это будет или омерщение церкви, слияние с миром, или богословие, секуляризация, или просто, когда широкая слияние будет в Вавилон. Но кто-то скажет, давайте так узить путь будем. А вот эти две параллельные прямые, и мы будем их вот так зауживать, куда они придут? Да в тот же самый тупик. Тупик, который настолько заужен, что уже выхода дальше нет. Вот эти крайности, они не приемны для истинного пути, проложенного Христом. Он не дает испытаний сверх меры, но в то же время хочет, что мы шли по этому пути, он проложенный. И как Иоанн Креститель действовал в этом плане нам очень поучительно. Он умолялся до бесконечности. Иисус не вторгался во владение Иоанна Крестителя, не умолял, наоборот, возвышал его, что нет Бога большего, простите, пророка большего, чем Иоанн Креститель, как он его возвышал. И когда даже услышал Иисус, что есть там ропот, что Иисус больше крестит, чем Иоанн Креститель, впрочем, Иисус не крестил ученики, он даже удалился с этого места. А Иоанн заявляет открыто, моя миссия исполнена, ему расти мне умоляться. Но давайте вот теперь посмотрим на путь, проложенный нашим Господом Иисусом Христом. Ведь Иоанн Креститель был как бы посредником между Ветхим Заветом и Новым. И первое, что мы прочитали вот в этой последней стихах Малахии, помните Завет Моисея, помните Завет Моисея, вот это Иисус отлично помнил. А как Он творчески подошел дальше, хочется проследить. И все, кто благовестием занимается, посмотрите, вот, уравняйте путь Господа, прямыми сделаются стези. И сразу после этого, в 40-й главе 9-й стих, какие наставления? Взойди на высокую гору благословящий Сион, возвесил и голос твой благословящий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог ваш. Посмотрите, вроде бы можно воспринять, Иоанн уравнял путь, кривизны прямые стали, долго наполнились, холмы, горы понизились, сложа руки, можно сидеть, блаженствовать, нет. Там сразу и голос говорит, возвещай, что возвещать? Взойди на высокую гору благословящий Сион. Дорогие братья, сестры, особенно благовестник, когда мы воспринимаем этот путь, равненный Господом через Иоанна Крестителя, то нам только дана способность и сфера для деятельности. И что нам нужно? Взойди на высокую гору благословящий Сион. Это целая тема, я не буду ее касаться, но все мы, наверное, согласившись, что высокая гора это то, что только сейчас в кафедре говорилось, освящение. Гора Сион, гора святая и престол где Господа стоит. Это не гора на гору. Благословящий Сион это особый народ, еще в Ветхом Завете, которым было поручено это возвещение. И только после этого возвысь голос твой. Сначала взойти надо на гору. Если в обратном в обратной пропорциональности мы будем действовать, сначала возвысим голос, а пойдем на гору, плохо будет наш голос слышно, если мы вровень стоим со всеми. Тем более, если мы ниже, лучше нам вообще не возвышать голос. Потому что при слове скажет каждый врач исцелить себя самого, и только взойдя на гору нам что сказано? Возвысь, не бойся. Вот это слово не бойся. Надо тоже его творчески нам воспринять. Конечно, у каждого из нас есть человеческий страх. И не только страх перед сильным и миром сего, а страх в том, получится или нет. Правда, братья? Когда мы благовествуем, получится или нет. Я вот сколько раз призыв делаю, и с трепетом стою, и все говорю, Господи, помоги. Получится или нет? Призвать или нет? И тут тоже кто-то скажет, что где-то слишком настойчивость, где-то слишком слабо. Тут тоже полагаться на Господа. Но именно нам сказать нужно, вот Бог ваш и Бог наш. Теперь мы рассмотрим, как Иисус, восприняв Ветхий Завет, полную преемственность проявил. На чем мы можем основаться, что Иисус проявил полную преемственность. 5 глава Матфея 17 и 18 стихи. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Заявления категоричные. Не нарушить, но исполнить. И мы все знаем, что Иисус исполнил закон. Иисус конец закона. Но давайте братья, обратим внимание, как Он творчески подошел Иисус. Он знал закон, пришел исполнить закон. А теперь посмотрите, я читаю несколько мест Священного Писания. 21 стих и 22 Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего, напрасно подлежит суду, кто же скажет брату ему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Закон говорит, а я говорю вам, углубление закона, творческое применение закона. И мы не скажем, что это нарушение. Нет, это более глубокое применение. Еще мы видим, еще Господь говорит, 27 стих, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 31 стих, сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяний, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. 33 стих, еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что на подножии ног его, ни Иерусалима, потому что он город великого царя, ни головою твоей. И еще, последнее место. 43 стих. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами вашим, Отца вашего небесного. Просто изумительно, как раскрывает Господь вот эту чудную истину. Исполняя закон, он в конце концов вместо ветхого завета приносит что нам? Новый завет. Новое притворение всех истин. И в то же время Иисус очень строго заявлял тем, кто отступали от закона. Вот вся 23-я глава Матфея это смекратное горе вам, кому? Лицемерам, формалистам. формальная преемственность, вот это отцеживание комара Иисусу было неугодно, Он бичевал таких людей. Вы говорите, это делаете, это делаете, все вроде делаете по форме, но забыли главный закон, что суд, милость и веру. И в этом плане, конечно, у нас большая есть школа для учения у самого Господа Иисуса Христа. Но хочется такое маленькое предостережение сказать, что вот вновь обратившиеся люди из образованного мира, из преступного мира, когда начинают читать Библию, и вот все эти места в первый раз читают, они восхищаются вроде бы, но потом вдруг принимают на себя роль пророка обличителя, и начинают и вправо, и влево обличать и служителей, и всех. Это, конечно, очень опасно. Взять на себя роль пророка, или тем более Иисуса Христа. Учиться мы должны, но учиться должны прежде всего, как он сказал в 11 главе Матфея, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Не смирен, смирен это страдательное действие, вынужден, смирен, он сам смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Поэтому в этом плане, братья и сестры, дорогие, путь, проложенный Иисусом, мы его должны свято воспринять и все сравнивать с этим путем. Иногда раздаются такие возгласы, давайте забудем историю, пусть там кто ошибся, кто чего, давайте вот соединимся, начнем вместе все по-новому строить, но, братья и милые сестры, забывать историю нельзя, история учит нас, мы даже на ошибках учимся, и если забыть историю, то мы можем опять ошибиться, а тем более история, священная история для нас поучительная, мне как-то, когда предъявили вот такое обвинение, что забыть надо все простить, я говорю, а если мы возьмем, срубим корни у дерева и будем ждать плодов, дождемся мы чего-то или нет, ничего не дождемся, поэтому, братья и дорогие, хорошо, что у нас вот и сегодня служение, и будет акцент сделан, конечно, на историю нашего братства, я думаю, поучение мы должны извлечь, но бесконечным источником для поучения для нас, особенно вот в этой теме преемственность является, конечно, вот эта чудная книга, я бы хотел на словах священного писания привести несколько мест отрицательной преемственности и положительной преемственности, если вот мы вспомним третью книгу царств, двенадцатая глава, речь пойдет об рвами, это сын Соломона и тут сразу пред нами вырисовывается картина, Соломон был благословенным, но много скрешил, Бог от него не отнял царство, потому что на нем оставалось благословение кого? Давида, а вот Равааму уже Соломон не передал этого благословения, трагедия случилось, хоть у него было семьсот зон и триста наложить, а сын-то единственный оказался, и то вот какая трудность трагедии его постигла, мы читаем девенадцатую главу третье царство, и послали за ним третий стих, это за Иераваамом, и призвали его, тогда Иераваам и все в собрании израильтян пришли и говорили Равааму и сказали Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас и тогда мы будем служить тебе и сказал он им пойдите и через три дня опять придите ко мне и пошел народ и вот здесь очень важно с кем советовался Раваам и чей совет воспринял сначала он просился к старцам говорит как поступить и старцы говорят облегчи облегчи бремя и ты увидишь как народ будет тебе служить и крепче союз будет но потом он пошел к молодым людям а молодые люди что говорят а ты скажи им мой мизинец толще чресл отца моего если отец вас наказывал бичами я буду вас наказывать скорпионами и вот тут молодое сердце Раваама сильно возгордилось и он воспринял этот совет и мы уже читаем вот здесь с 14 стиха этой 12 слов и треть царств и говорил он по совету молодых людей и сказал отец мой наложил на вас тяжелое иго а я увеличу иго ваш отец мой наказывал вас бичами а я буду наказывать вас скорпионами и не послушал царь народа и вот так суждено было господом чтобы исполнить слово через пророка Ахию а 13 стих и отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев что они советовали ему вот почему братья милые нужны старцы нужен их совет может он иногда уже не так ораторски выражен но не прошли жизнь я вот вспоминаю когда на место иуды стали избирать апостола то кого который был изначало вместе с нами и если этот совет пренебрежен будет то горе нам но слава Иисусу что в Иисусе сливаются поколения отцов и детей и в нашем братстве есть такие семьи где деды отцы и дети все прошли через зузы все оставались верными это слияние нам очень необходимо и в наше время братья дорогие сестры потому что в этом и выйдем силу христианства в преемственности причем преемственности особые да все общество развивается по удивительным законам вот если бы каждое поколение начинало все исследовать сначала не воспримем достижение прежнего поколения то прогресса не было никакого стояло бы все на месте но мы же воспринимаем то что достигнуто прежним поколением и если мы с сухой догмой подойдем к этому это тоже будет застой а вот Иисус как подошел мы уже читали если будет это новый виток но выше это будет развитие конечно братья и сестры наше братство особое мы слышали как трудно зарождалось и если там где-то были дома молитвы там были условия для создания особого служения Господу в музыкальном плане в проповедях то у нас этого не было все мы помним где мы собирались в маленьких домиках по посадкам какие там были оркестры какие хоры об этом мы не могли мечтать но вот Господь дал условия и слава Иисусу музыкальный хоровой отдел сейчас такой разветвленный а если сейчас кто-то будет заявлять что это все излишне надо проповедовать молиться погружаться в откровение а это все лишнее это будет крайне неправильно братья дорогие сестры Господь дал нам возможность творческий примитив прославить более достойной хвалою да мало того мы читаем Ефесином 5 глава 18-19 я вот греческий оригинал посмотрел назидай самих себя псалмами гимнами и песнопениями духовными и дальше поя и играя в сердцах ваших представляете как переведено играя и слово псалма оно в греческом переводе означает пение с воображением музыкальных инструментов православный церковь отринул все музыкальные инструменты это сухая догма да мы должны творчески воспринять это и это что исполняетесь духом святым назидает сами псалмы словословие песнопения духовные поэтому в этом плане наш подход должен быть именно в таком плане как Иисус говорил он углублял все это и слава Иисусу что он это нам помог сделать мы привели пример отрицательной преемственности Рваам он перенял вроде что тот Соломон но как он превознесся даже над отцом мизинец толще через отца и видим какая из этого получилась трагедия у нас есть положительный очень пример когда защищалась преемственность и мне хочется обратиться к этому примеру это пример связан со священником Иодаем нам для этого нужно открыть вторую книгу про Людминон и несколько мест проследить священного писания и удивительно как Господь сам сохранял положительную преемственность он сказал Давиду что не прекратиться сидящей на престоле у тебя и он это слово выполняет а в то же время как дьявол пытался прекратить эту преемственность я предлагаю из второй прохминон из восемнадцатой главы обратиться сначала царю Иораму Иорам сын Иосафата Иосафат царь благочестивый ну вот мы посмотрим что было с Иорамом что он делает 21 глава с первого стиха вторая прохминон и почил Иосафат с отцами своими и похоронен и похоронен с отцами своими в городе Давидово и воцарился Иорам сын его вместо него у него были братья шесть братьев что он делает умерщвляет всех своих братьев вроде хочет он сохранить преемственность но какой эгоизм какая злая преемственность только я и больше никто мы также читаем что он оставляет путь господен он женится на дочери Ахава Ахав это крайнее нечестие было и в этом плане он уже совершил большое преступление пред господом он забыл святую преемственность он отошел от нее мы видим что бог карает его 21 глава 18-19 стихи и после всего этого поразил господь внутренность его болезнью неизлечимую так было со дня на день а к концу второго года выпали внутренность его от болезни его такое поражение но дальше исследуем Ахозия сын встает на его место и продолжает нечестие отрицательное преемственность нечестие своего отца опять полная связь с Ахавом через Июя бог прекращает это нечестие истребляет с рот Ахава и поскольку Ахозия Ахозия простите Ахозия был с ним в союзе то он был тоже умершлен а дальше вообще фантастическая жестокость Гафолия мать Ахозия что она делает я читаю 22 глава про Ахозия 10 стих ибо Ахозия мать ибо Гафолия и мать Ахозия увидев что умер сын ее встала и истребила все царское племя дома Иудина какая жестокость родных своих все царское племя зачем чтобы самой царствовать и идти путем не Божьим а вот этого идолопоклонством это дьявольский замысел прекратить преемственность но удивительно как Бог спасает чуть дальше мы читаем что Иософев сестра Ахозии жена иодай священника младшего сынишку Иоаса взяла и с кормилицей спрятал в своей спальной комнате и он остался наследием положительного положительным наследником престола царского дальше благородная фигура иодая священника он его воспитывает а потом когда он был уже 6-7 лет 3 стих 23 главы 2 поминон и заключила все собрание союз в доме Божьем с царем и сказал иодай вот сын царя должен быть царем как изрек господь а сыновья Давидова он бы мог оставаться регентом управляющим но он не берет на себя эту миссию он знает какая правильная линия преемственности он только хочет исполнить закон Бога и слава Богу за это мы как-то особо с восхищением относимся к иодаю но вот дальше мы видим что тоже случилось что-то очень 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 опасное когда мы читаем 23 главу вот этот 3 стих тут все положительно а теперь читаем 24 главу 2 стих и делал Иас угодный в очах Господних во все дни и отдай священника вот оно мудрое наставление святое наставление Иас угодный дел я не буду там говорить что он делал и храм подновлял и все очень доброго много но это все было наставление мудрого Иадая а посмотрите как только удалиться вот от этого мудрого посвящения что дальше случилось с Иоасом я читаю 24 глава 2 примен 17 18 стихи но по смерти Иадая пришли князья иудейские и поклонились царю тогда царь стал слушаться их и оставили дом господа бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам и был гнев господин на иуду Иерусалим за всю вину их со смертью Иадая кончается благочестие Иоаса прекращен совет прекращено восприятие совета мудрых и дальше что 19 стих и он посылал к ним пророков для обращения к господу и они вещевали их но те не слушали и дух божий облег Захарию сына Иадая священника и он встал на возвышении перед народом и сказал им так говорит Господь для чего вы приступаете по велению Господне не будет успеха вам и как вы оставили Господа то и он оставит вас и сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня и не вспомнил царь Иоас благодеяний какие сделал ему Иодай отец его и убил сына его и он умирая говорил да видит Господь и да взыщет и обращаем внимание и не вспомнил Иодай не вспомнил Иоас благодеяний который сделал Иодай отец его летописец даже называет Иодай кем отцом как Какая жгучая неблагодарность И мы знаем, что вот этот Захарий, побитый у жертвенника, он помянут Иисусом, да придет на вас кровь от Авеля до Захарии, убитого при жертвеннике. Правда, там отец другой указан, но мне кажется, что вот это именно Захария. Поэтому, братья дорогие, истории нас учат, что Бог не попустит, чтобы его закон был нарушен. Вот я как-то много отрицательного говорил о кальвинизме, но одно мне нравится, исположение кальвина, не исположение, это библейское положение, Бог суверен. Никто не может ему предъявить претензии, и кто-то, если предъявляет претензии, то кто будет? Черепок из черепков земных. Бог исполнит свой закон, но где мы будем, помните, как заявлено было, есть в эфире, свобода придет для народа Божьего, в другом месте, если ты не пойдешь к церкви, но ты и дом отца твоего погибнете. Поэтому, братья и сестры, дорогие, нам настолько надо скурпулезно вникать в Священное Писание, вот эту историю, чтобы где-то нам с вами не отступить, не поступить, как вот эти отрицательные. Как все хорошо, справа у Иоаса, преемственность, воспитан, царем поставлен, ну что ж ты не вспомнил наставление, опять обратился к князьям, к молодым людям и все это, пусть Господь нам это скажет, очень опасно. У нас, конечно, вот это наше общение как-то совпадает с годовщитой смерти Геннадия Стантиновича. Правда, слово смерть мы как-то не очень хотели бы употреблять, хорошо было сказано, верные Господь не умирают, верные в синее небо идут. И поэтому, слава Иисусу, вспоминая все доброе, восприняя все это, мы, конечно, должны воспринять и дальше продолжить. И как бы хотелось, чтобы продолжили, вот как творческий Иисус продолжил, так и мы. Не просто подражать всему абсолютно, но главной линии, которую Господь оставил. Мы, конечно, благодарны Господу за все отделы нашего братства. Как разветвленно наше братство стало. Музыкальный хоровой отдел какой разветвленный. Мы уже привыкли открывать красивый номер журнала «Вестник истины». Правда? А я вот вспоминаю, когда очень трудности большие были в нашей церкви. Там пресс-фитер зарегистрировал церковь. Игнат Сантинович вызвал меня туда, где он был на легальном условии. Я, конечно, с трепетом туда поехал. И хороший дом. Но живут-то они не в доме, а в сарае. В сарае внизу столярка. Раньше коровки стояли. Маленький лаз наверх. Чердак. И вот там руководитель Союза церквей и издательство «Христианин». И мне сегодня бы хотелось, чтобы мы в преемственности оценили и дорогое издательство. Особенно те, кто журнал издал. Я видел, как они согнувшись сидели, делали набор там. Молодые, хорошие сестрички. А сейчас они все седые. Позвольте прочитать один стих еще. Издательницам журнала «Вестник истины». Да, они с годами посидели. В юности в издательство пошли. Всех гонений, пережив метели, Совершить сумели, что могли. Не назначат им собес и пенсии. Сорок лет издательских не в счет. Эрегичной, но прекрасной песней Скоро осень жизни потечет. Незаслуженными, незамужними они остались. Заключив навек с Рестом союз, Звут их небо глубые дали, Там венцы им вручил Иисус. Новый вестник истин перед ними. Смотрят в него они без слов. Верным Господу, всегда гонимом, Посвящалось много номеров. Сестры милые, грустить не надо. Пастырь добрый не оставит вас. Он утешит в самый трудный час. Вечно с ним. Вот лучшая награда. Но я еще не заканчиваю, братья дорогие. Поэтому мне хочется еще проследить Преемственность, очень положительную, В священном плане. Не в преемственности царской линии, А в преемственности царей. Преемственности священников. Перед нами образ Илья и Елисей. Немножечко хочется обратиться к ним. Давайте посмотрим, как совершалось Это их действие. Я предлагаю обратиться в Третий Царств, Девятнадцатая глава. Здесь перед нами Илья Пророк. Он совершил много подвигов. Ему угрожает Изавель. И вот под Можжевеловым кустом Он там сидит, размышляет. И так уже, наверное, Сосковжи говорит, Довольно, Господи? Не лучше я отцов моих. И там мы сразу видим Повеление от Господа. Бог дает повеление Ильи, Поскольку Он так попросил, Именно эту преемственность возобновить. И это очень важно для нас поучение, Чтобы мы при жизни позаботились о преемниках. И мы читаем Третий Царств, Девятнадцать слова, Девятнадцать двадцать первых стихи. И пошел он оттуда, И нашел Елисея, сына Сафатова, Когда он орал. Двенадцать пар было у него, И сам он был при двенадцатой. Илья проходил мимо его, Бросил на него милость свою. И оставил Елисея Волов, И побежал за Илью, И сказал, Позволь мне поцеловать отца моего И мать мою, И я пойду за тобою. Он сказал ему, Пойди и приходи назад, Ибо что сделал я тебе? Он, отошедши от него, Взял пару Волов, И заколол их, И зажегший плуг Волов, И сжарил мясо их, И раздал людям. И они ели, А сам встал, И пошел за Илью, И стал служить ему. Все, что попросил Елисей, Позволь отца поцеловать и мать. А сходил он поцеловать отца и мать, А? Нет, братья. Волов изжарил, Плуг, Вместо дров плуг употребил. Никакого, чтобы отступление назад было, Абсолютно никакого. А сам пошел за Илью, И вот посмотрите, И служил ему Союз. Но кто кому служит? Младший, Старшему. Это есть тоже одно из главных условий, Когда поколения сливаются, И служил ему. Это почтение должно быть у нас. И безоговорочность. О римлянах Сохранилось такое приостовование, Когда они приехали Англосаксов завоевывать, И те укрепились на горах, И неприступные крепости. А римляне высадились, И первые, что сделали, Подожгли свои корабли, Чтобы не отступать, Или завоевать, Или умереть. И дрогнуло сердце Англосаксов. Конечно, Слава Богу, Нам явлено Вот это стойкость, Сейчас пример Идти, Встать в проломе, Не возвращаясь назад. Поэтому в этом плане, Братья дорогие, Пусть у нас Сохраняется преемственность, Но Я думаю, Что мы все Должны, Я уже все себя считаю В старческом поколении, Все должны Позаботиться О преемственности. Это будет непорядок, Если мы не оставили После себя Преемственность. Я в свое время Очень много Занимался педагогикой, Вот еще когда В светском учреждении Учился. И очень Много поучительного там. Вот был выдающийся пианист Станислав Нейгаус. И он говорил так. Хочу перестать быть милиционером, Гувернером Для своего ученика. Хочу остаться одним маленьким винтиком В его сложном творческом механизме. Пусть это Светская педагогика, Но много поучительного. Если мы, конечно, Подготовим Смену, Это будет очень хорошо. А то бывает так, Ну вот, Такая высокая гора И никак не понизится, И долл никак не наполнится, И гора все равно рушится, А долл остался ненаполненным. Да поможет нам Господь И это с вами Очень хорошо воспринять. Я позволю привести пример Из истории, Истории философской мысли. Вот была триада Сократ, Платон, Аристотель. Это были идеалисты. Они верили в Бога. Пусть где-то извращенно, Но Сократ дошел до признания единого Бога. И его за это Приговорили к смерти, Кабона развращает юношество. А вот Аристотель, Ученик Платона, А потом он стал Какие-то поправки вносить В теорию Платона. Ему говорят, что ты делаешь? Я же твой учитель. И вот какие хорошие поучения. Он так сказал. Первая версия перевода такая. Платон мой друг, Но истина дороже. А вторая версия перевода. Люблю Платона, Но истина дороже. Поэтому, братья и сестры, Путь проложен. Останется незыблемым Этот путь. Истина должна быть Очень быть дорога. Я содрогаюсь, Когда вот изучал тщательно Православное богословие, И один из догматов, Знаете какой? Библия не самодостаточна. Это ужасно. Это ужасно. Они говорят, что Библию создавала церковь. Отцы церкви имели право Включить и не включить. Поэтому они имеют право И перетолковать Библию. Это ужасно. Для нас же Пусть останется Принцип протестантизма Незыбленным, Как Лютер сказал. Только Библия. Только Священное Писание. И поэтому мы будем Сверять весь наш путь. И тогда Господь будет благословлять. И остаться в почтении. Почитать тех, Кто прошел этим путем. Подражать вере их. Безошибочных людей нет. В вере будем подражать. И дальше Основываясь на Писании, Следовать этим путем. И, конечно, Чтобы нам подготовить Замену, Нам надо Собрать имение Для детей. Не дети Собирают имение Для родителей, Но родители Для детей. И, наверное, Самое хорошее имение Будет, Если мы ставим Пример верности Господу. Если мы будем Молиться и Паститься за них, Чтобы Господь Помог им Идти дальше. И в этом Будет сила Преемственности. И позвольте мне Еще одно Маленькое Скворение Прочитать. Молитва и пост. О детях И о юношах Наш пост. Господь, Ты сохрани Своё наследие, Чтобы в наше время, В годы Лихолетия, Не задержался Их духовный рост. Не забывай, Чтобы одну из гор И осознав, Как Ты, Христос, Прекрасен, Путь жизненный Их был тернист, Но ясен, Чтобы на Голгофу Направляли взор. Ты проведи Их Сам, Господь, Благой, Через искушения И через все Соблазны, Чтобы в жизни Дни Не расточались Праздно, Чтобы мысли Были заняты Тобой. Да не изранит Их греховный Бич, И не страша От гонений Злых метели, Чтобы в ранней Юности Они сумели Евангельские Принципы Постичь. Твоим наследним Помоги им быть В преемственности Христианства Сила. Господь, О, помоги нам До могилы За них Тебе молитвы Возносить. Аминь.